Теперь мы можем работать. Кто из вас видел Ableton хоть раз в жизни? Ну, открывал программу вообще, пробовал что-то делать? Кто? Алексей, ты тоже руку поднимай. Вот, отлично. Остальные имеют какое-то понятие? А звуки, как это происходит? Что такое Ableton? Для чего используется? Понятно. Отлично. А может лучше в iTunes тогда диджеить будем? Я вам сейчас объясню, как в iTunes песни ставить. Все нормально. Нет? Окей. Итак, смотрите. Основное и главное отличие Ableton это в том, что у него есть два вида. Отличие от чего? Отличие от других секвенсоров, программ, в которых можно что-то делать со звуком. Есть вертикальный вид, в котором мы сейчас находимся. И есть горизонтальный вид. Переключение происходит в правом верхнем углу, там где три горизонтальных палочки. Вот мы переключились. Переключились, либо мы можем нажимать кнопку Tab, если вам удобнее так. Вот мы переключаемся. Различия на самом деле колоссальные на эту тему, потому что вот в горизонтальном виде обычно собирают уже готовые миксы и готовые треки. В процессе творчества вы его почти не используете. Ну, там иногда, может быть, я покажу одну функцию, которую можно сделать только в этом виде. Итак, основная работа у нас начинается с вертикального вида и основные виды интерфейса. Значит, окно, в котором мы работаем, его вы закрыть не можете. Слева находится браузер, в котором в данный момент открыта лайбрари, библиотека Ableton. Можно открыть несколько папок, в которых вам удобно работать. Это, например, десктоп. Это, например, все мои треки, которые я играю. Вот. То есть изменить это можно либо таким образом, здесь что-то выбрать, либо вот сюда вот нажать и поискать. Это когда вы знаете название трека, найти не можете. Дальше. Очень важный момент. Вот сейчас я вам показал, где находятся файлы, которые вы можете брать и перетаскивать в Ableton. Таким вот образом. Раз и перетащили, да? В случае, если вы работаете не с файлами, а с какими-то устройствами, вам понадобится вот эта кнопка, как маленькая, ну, такая вилка. Это подключаемые, так называемые VST-плагины. Их может не быть совсем. Их можно устанавливать, добавлять, удалять. Ну, то есть все, что угодно с ними можно делать. Вот, к примеру, здесь какие-то у меня плагины там есть. Вот. Есть, например, драм-машинка. Вот такая, например, раз. И вот я ее могу вам показать. Вот там. Ну, вы поняли, да? Это то, что вы установили сами. Скачали, купили, загрузили в нужную папку. И вот она у вас появилась здесь. И самая верхняя кнопочка, ну, предвторая кнопка. Это те устройства, которые есть в Ableton. Вот эту кнопку вам надо запомнить. Потому что эквалайзеры, компрессоры, фильтры, синтезаторы, встроенные в Ableton. Все это находится вот в этой кнопке. То есть, когда мне говорит человек, что ой, Илюха, а там вот у меня в Ableton нет эквалайзера. Я над ним могу только усмехнуться, потому что он просто не знает, где он есть. И все. И не прочитал мануал. Вот. Соответственно, это вот браузер, в котором вы можете открывать разные какие-то виды и открывать разные файлы, которые вам нужны. Теперь. Эта кнопка показывает, какие файлы сейчас у вас используются. У нас сейчас ничего не используется, поэтому она ничего не показывает. Вот. И теперь мы переходим к очень важному. Очень. Это тоже. Это вот второе важное, что вам нужно запомнить. В трех углах из четырех здесь есть треугольнички. Раз треугольник слева вверху, раз треугольник, слева внизу два треугольник и три треугольника справа внизу. Так? Значит, треугольничек наверху открывает, закрывает браузер. То есть, если вдруг он у вас исчез, вы понимаете, в чем дело. Либо вы можете воспользоваться сочетанием клавиш control, либо на Apple это яблоко. Яблоко alt плюс B. Вот у нас он открылся, закрылся. Дальше. Нижнее окно, вот в нем показывается, которое вот открывается, закрывается этим треугольником, в нем показываются либо девайсы, эквалайзеры, компрессоры, синтезаторы, VST-плагины, либо клип, который мы вот используем. Что такое клип, я расскажу дальше. И очень важное окно слева внизу, окно пояснений. Я раньше им пользовался, сейчас я вот провожу мастер-класс, поэтому мне это не нужно. Любое вам непонятное что-то, там какая-то ручка, какая-то кнопка, какая-то функция, которую вы не знаете, как и что это, вы наводите просто мышкой и вот написано, что значит сэнды, например, посылы и как ими пользоваться. Либо вот кнопочка там о том, как останавливать клипы, либо, я не знаю, там включение-выключение трека, панорама. Ну то есть это очень-очень-очень важно и я очень много узнал про Ableton вот именно из этой штуки. Вот. Так. Собственно говоря, вот основные вещи… А, и осталось теперь мне рассказать. В этом окне и вот в этом окне вы можете открывать и закрывать некоторые какие-то объекты интерфейса. Например, список клипов вы закрыть не сможете никогда. Все остальное можно закрыть. Вот есть раз, два, три, четыре, пять кнопок, которые за это отвечают. Вот. Input, output – это значит входы-выходы. Мы закрыли, да? Возвраты закрыты. Посылы закрыли. Это закрыли. Все, ничего нет. Этим на самом деле Ableton очень удобен, потому что одновременно все есть и одновременно ничего нет. Вы можете открывать то, что вам нужно. Еще раз. Самая верхняя кнопка, input, output, она открывает входы-выходы. Вот сейчас здесь открыт микрофон, и поэтому вы меня слышите, поэтому я могу говорить. То есть и вот все происходящее. Сейчас я авто нажму, вы меня не услышите. Все. Чик. Опять нажал. Дальше. Секция посылов и возвратов. Сенды открывают посылы. Они вот открыты. Возвратов мы сейчас не видим. И вот возвраты. Что такое вообще посылы и возвраты? Если вам нужно сигнал как-то отдельно обработать от основного источника, вы можете его послать. Это как бы разветвление. Этих посылов может быть огромное количество. Там, допустим, create, insert, return, track. Вот у нас еще один одновременный возврат и посыл организовался. Вот управление возвратами. И возврат – это тот трек, на который все и приходит. Куда вы это отправили. Понятно вообще? Вот. Окей. Значит, это посылы и возвраты. Дальше. Очень важная такая вещь. Это уровни. Мы можем регулировать ими громкость. Вот здесь раз. То есть вот я подвину. Очень тоже такая используемая штука. Их можно двигать наверх. Когда мы их двигаем и вот здесь немножко все так расширяем, мы видим, появились циферки. То есть мы можем намного точнее и лучше контролировать уровень и вообще, что у нас происходит. Но это для студийной больше работы. Когда люди играют, диджеют, они кто как. Вот. Так. Соответственно, дальше. Кнопочка D это delay. Мы можем настроить задержку для каждого трека. Ну, то есть там, чтобы он раньше, позже немножко играл, отставал или наоборот обгонял. И crossfader, если кому-то нужно. Вот. То есть справа сам crossfader. Вот эти кнопочки, это как бы location этого crossfader. То есть сейчас вот, а, вы меня слышите? Сейчас я поверну. Вот. Это crossfader. Окей. Это тоже очень важные моменты интерфейса, без которых обойтись мы, к сожалению, не сможем. Продолжение следует...